теперь казахстанцы смогут получить водительское удостоверение не обучаясь в автошколах то есть если у вас есть практические навыки вы изучаете самостоятельно дома правила дорожного движения и направляете спецсон где вы сдаете экзамен при успешной сдаче экзаменов вы получаете заветные права но сегодня мы решили проверить свои практические навыки на умение водить сегодня я корреспондент ДНЮС ТВ попробую проехаться на специализированном автодроме и и и и и и и Музыка Чтобы прийти и сдать самостоятельно в специализированных теоретический и практический экзамен, кандидат должен иметь удострение личности, должен пройти медицинскую комиссию на профпригодность к управлению транспортными средствами и оплатить государственную почту за водительское удостоверение. Экзамен будет приниматься в два этапа. Первый – это теоретический, где кандидаты-водители отвечают на 40 вопросов, им дается 40 минут. Вопросы охватывают не только правила дорожного движения, но и методику оказания первой медицинской помощи. По теоретическим тестам гражданин, если сдаст 32 положительных ответа, то, получается, он пройдет теоретический тест. В случае прохождения теоретического теста он уже допускается к сдаче практического экзамена. Мы ожидаем, что к концу апреля данные нормы вступят в силу. Сам экзамен платный будет? Экзамен сдается он бесплатный. Это категории только А, А1, Б, Б1. То есть это мотоциклы и легковые автомобили. Мы сейчас предусматриваем, что у водителя будут три попытки. Если три попытки у него будут неудачные, то к сдаче следующего экзамена он будет допускаться по истечению полугода. Транспортное средство номер 6. Вы сдали. Даже при наличии хороших теоретических знаний не факт, что вы сможете сдать. Как показал наш экзамен, я не смогла сегодня припарковаться, а наехала пару раз на бордюр. То есть у меня отсутствуют практически навыки езды по городу. Соответственно, я дисволюфицирована и не смогла сдать.